Всем привет! Сегодня мы поговорим про самооценку. Эту тему очень многие любят. Часто эта тема вообще всплывает. У нас очень много на самом деле проблем у людей по жизни из-за нашей самооценки. Смотрите, есть три категории, назовем так. Самая нормальная классная категория – это нормальная самооценка, которая в норме. Наша самооценка может колебаться в зависимости от обстоятельств, от стрессов, от того, что вокруг нас происходит. Это влияет на нашу самооценку. Всегда устойчивую, нормальную, хорошую самооценку иметь, скажем так, это невозможно. Почему? Потому что вообще нормы, наша психика подвижна. И нормы нашей психики, то есть условно, сегодня ты окей, а через какое-то время можешь стать психически нездоровым человеком, например. Могут повлиять и заболевания, стрессы, всякая прочая, кризисы, короче, неважно. Какие-то факторы повлиять, ты можешь стать, скажем так, психически нездоровым человеком. То есть наша психика подвижна, она меняется, она не зафиксирована, самооценка в том числе. Если мы берем вот такую норму, шкалу, то есть горизонтальная такая полоса, и вот здесь рамки нормы, то наша психика, вот бегунок, где-то иногда в силу обстоятельств, ситуаций, заболеваний, наш бегунок уходит за рамку нормы. И мы становимся, например, нездоровым человеком, и наша психика не в норме. Это депрессия, какие-то заболевания и так далее. Это все туда, к этому относится. То есть рамка нормы, она вот такая подвижная, короче говоря. Сегодня мы себя хорошо чувствуем, а через какое-то время не очень хорошо, да, психологически. И наша самооценка точно так же. А наша самооценка за вот этим бегунком по шкале бегает, понимаете? Вот золотая идеальная середина – это более-менее иметь адекватную, стабильную самооценку. Она не должна быть высокая, завышенная или плохо, она низкая и заниженная самооценка. Идеально, хорошо, когда она здоровая, ты к себе по-здоровому, скажем так, относишься критично, нормально, не гнобишь себя. Но она у тебя стабильна. Вот эта стабильность – это и есть золотая середина самооценки. Ее залог – это стабильность. Все самое главное. Когда говорят, а какая лучше – завышенная самооценка или все-таки низкая? Честно скажу, и высокая, и завышенная самооценка, особенно завышенная – это на самом деле симптом низкой самооценки. Низкая, и заниженная – все это, в принципе, у нас понятно очень легко, да. Но почему же вы скажете про завышенную, ты так говоришь? Потому что люди очень часто, это самое популярное, если мы не берем какие-то психологические расстройства, окей, да, сопутствующие. Например, нарциссизм как расстройство личности, где завышенная, неадекватная, может быть, да, самооценка. Люди с завышенной, демонстративной такой самооценкой, они к этому приходят как оборонение, защита от того момента, когда у них была самооценка низкая или заниженная, когда их обижали, атаковали или кто-то извне, влиял на их самооценку и им ее занижал. То есть это такой момент самообороны. Поэтому человек обрастает броней, навыками, вырастает его самооценка и становится супер-мега, например, завышенной, неадекватной даже в чем-то. А человек несет себя как супер-мега-уверенный в себе где-то. Но если мы найдем камешек, кирпичик из его самооценки, вытащим, какую-то тревогу туда занесем, что-то скажем, он может очень импульсивно, экспрессивно защищаться и нападать, в общем, как-то себя подобным образом вести. А человек со здоровой, стабильной психикой реагировать не будет. Признаками хорошей самооценки это то, что тебе с собой не скучно, тебе с собой интересно, ты от себя не бежишь, одиночества не боишься, быстрее к людям не прилипаешь различными способами, друзей у тебя много, или ты вообще не обязательно много один хороший друг, но ты боишься или не хочешь оставаться наедине с собой. Когда нам страшно оставаться наедине с собой, нам с собой скучно, плохо, не интересно, мы бежим к людям или к социуму какому-то, проблема с самооценкой. Проблема с самопоеданием очень часто. То есть, если я остаюсь наедине с собой, я начинаю в голове гонять мысли, какое я плохое, неудачник. Обычно, частные, старые голоса установки наших предков, родителей ближнего круга какого-то, которые тебе это говорили, а ты за ними повторяешь внутри. Сам разъедаешь свою самооценку в этот момент, поэтому залог здоровой самооценки. И никогда себя не ругать, не критиковать, не обвинять ни в чем. Ты для себя самый лучший, безусловно, ты себя любишь, самый лучший, хороший. Так вот, хорошая самооценка, это когда мне с собой не скучно, интересно, я могу ходить с собой на свидание, мне не страшно, не одиноко, приятно, комфортно. Но, конечно, мы не уходим в социопатию, когда нам вообще с другими людьми не хочется, мы только наедине с собой, вообще затворники, сидим дома, никуда не выходим, максимально удаленная от людей взаимосвязи и работа и так далее. То есть, минимум какой-то коммуникации, тоже нездоровая история. Короче говоря, почему эта тема вообще затеяла? Что есть вообще-то нормы распределения своего времени теория слоеного пирога. То есть, в идеальной хорошей самооценке, в хороших здоровых отношениях с партнером, как мы распределяем и делим наше время? Красивая самая цифра 25. 25, 25 процентов. Если мы берем круг, делим 25, 25, 25, 25. То есть, у нас получается 4 равных доли. Как мы их распределяем? 25 процентов, одна из долей, это мое личное время с собой. То есть, я хожу, не знаю, на шопинг, в кино с собой, читаю книжки, гуляю, хожу в парк там или еще что-то. То есть, когда и только я, и мой внутренний голос с собой. Вторые 25 процентов. Это моя взаимосвязь с партнером, с женихом, с мужем, с семьей, с детьми, если они есть. То есть, моя семейная либо личная жизнь. Если семья, дети туда тоже входят, если это просто отношение, партнер, встречаюсь с парнем, живу с парнем, с мужчиной, то это вот эти 25 процентов. Следующие 25 процентов. Это мои подружки, коллеги, друзья, одноклассники или еще кто-то в моей жизни. Моя доля, с кем мой партнер или моя семья, они взаимодействуют. Знаете, это коллеги на работе, одноклассники, старые подружки. Они могут входить как бы в семью, но вот это по-здоровому, это те люди, которые не в моей семьи. То есть, мои отдельные какие-то друзья, знакомые, с которыми я контактирую, из моих близких, только я одна. Зачем, сейчас расскажу попозже, это все нужно, именно такие доля. И 25 процентов, это любое общение, мои там, папы, мамы, родственники, друзья, общие какие-то друзья. Короче, любое, вообще фоновое любое общение с любыми людьми. 25 процентов мне нужно для себя самой. Для чего? Чтобы слышать свои желания, свои хотелки, жить так, как я хочу и быть эгоистом, в хорошем смысле этого слова. То есть, у меня должен быть контакт с самим собой, чтобы я себя слышал и жил так, как мне хочется, чтобы мои желания в моей жизни только что присутствовали, а не желания моей семьи, моих детей, моего партнера или прям отношений, моих подруг, моих родителей, кстати, очень часто, когда родители мы в 25 процентов. Вот эти 25 процентов для меня, это вообще просто святое. 25 процентов детей, ближний мой круг. Это муж, дети или отношения и так далее. Это те люди, с которыми мне приятно, хорошо, я с ними взаимоотношения веду, контактирую, там, их желания учитываются, и мои в том числе. То есть, мы вот так вот взаимодействуем. Зачем мне нужны 25 процентов моих друзей, моих знакомых, с которыми мои члены семьи не общаются? Особенно это очень видно в здоровых отношениях с партнером, когда у него столько начинается. Это то взаимодействие вовне, с другими людьми, благодаря которому вы приносите информацию к своему партнеру, мужу, свою семью. Это то, что вы со своим молодым человеком будете обсуждать, сплетни, новости, мнения и так далее, чтобы у вас не было полного, нездорового, созависимого слияния с человеком. И у него, его 25 процентов с друзьями, рыбалкой или еще что-то тоже должно быть, чтобы он оттуда приезжал или приходил и вам рассказывал, слушай, а было вот так-то, а я к этому отнесся вот так, а я так среагировал, то это пятое, десятое. И вы точно с такими же эмоциями, ощущениями, от встречи с подружками, с работой и так далее, приходите рассказывать взаимодействие. У вас должна быть свежая новая информация для того, чтобы ваши отношения с вашим партнером или вашей семьей были здоровыми, адекватными. Так и ваши дети, эти 25 процентов, приносят свою информацию от друзей, со школы, чем-то делятся. Ну, в зависимости от возраста, у подростков это, конечно, поменьше, но выстраивать отношения и взаимоотношения все равно можно. И какой-то уровень вот этой открытости доверия должен быть, что-то они все равно будут вам что-то рассказывать. Как минимум, можете вы сами спрашивать, не говорить о том, что ребенок вам на буйчике прибежит, все это рассказывать будет. Или должен, обязан так поступать и делать. Задавайте вопросы, если вас это интересует. Или вы знаете о теории этих 20 процентов, вы можете у своего ребенка сами что-то спрашивать и задавать какие-то интересующие вопросы. Так это взаимодействие и происходит. И 25 процентов у нас остается на родственников, родителей и общее другое общение. Почему там родители, а не в вашем семейном ближнем кругу, в первых 25 процентов, где там дети, муж или взаимоотношения? Ну, потому что у пап с мамой, или там неважно, у мамы отдельно, у папы отдельно, разводи они или нет. Но ваши родители, это отдельная ячейка общества. Это не ваша ячейка с вашим партнером или с вашими детьми. Они должны быть на расстоянии для того, чтобы тоже с ними были контакты, была информация, чтобы вы могли сплетни рассказывать, общаться, информацию привносить. Но при этом не было слишком тесного, большого слияния, чтобы эти люди не могли влиять на вашу жизнь. А вы не влияете сильно очень там остро, да, на их жизнь. То есть не решаете проблему ваших родителей капитально на 100 процентов. Очень многих проблема слияния с родителями, они вроде поддельно живут, могут даже в другом стране, в другом городе находиться. Но вы решаете их проблемы, их задачи, переживаете за них, как они там с кем общаются. Очень часто конфликты с другими вашими братьями и сестрами, с другими детьми, родственниками. Короче, вы их спасаете, решаете. Тем самым вы забираете 25 процентов от вашей семьи, от детей, от мужа, партнера, парня, от себя. То есть теория 25 процентов очень простая. Равные доли. И всего должно быть равно. Если где-то родители переступают и забирают больше, или друзья, или еще кто-то, это всегда они забирают кусочек, процент от другой сферы жизни вашей, сферы деятельности. А в чем же опасность этих нарушенных связей, и когда у нас четко не делится, когда у нас есть вот эти перекосы? Результат очень простой. Вы несчастны. Вы недовольны. Вы уставши. Вам не нравится, что происходит в вашей жизни. И вы чувствуете, что живете не свою жизнь. Что вы выполняете функцию, решаете чужие проблемы, чужие интересы, ваши проблемы на заднем плане. Вы не чувствуете себя любимым или любимой. Вы чувствуете себя, возможно, даже одиноким человеком. Хотя вы максимально окружены людьми, общением, родственниками, с влиянием с родителями, с партнерами. Это тогда, когда у вас нет 20 процентов для себя любимого, чтобы побыть наедине с собой, на свидании, назовем так, с собой и так далее. Почему эта тема очень важна? Потому что она и составляет в огромный элемент формулы счастливого человека, чтобы вы могли сказать, а я счастлив, а мне нравится моя жизнь. Когда вы правильно будете вот так долировано распределять ваше личное время, пространство и свои ресурсы на помощь, спасение, участие и все-все-все прочее, тогда вы сможете с большей долей вероятности сказать, что вы счастливый человек, вас все в вашей жизни устраивает. Скажу откровенно, это была тема моя когда-то, моих проблем. Я неправильно распределяла, я чувствовала себя некомфортно. Это очень разные эмоции у каждого, это как бы свое будет. Но когда я задалась этой целью, установила у себя эти правила, у меня есть четкое время для себя. Я четко теперь еще лучше слышу свои желания и потребности. И также мои близкие лучше научились заявлять о своих желаниях и потребностях, а не сумбурно как-то. В общем, от этого выигрыши все. Поэтому я вам советую прислушаться к этому, почитать про эту теорию. Да и вообще, что там читать, я вам все в принципе разложила, очень мне кажется понятно и доступно. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если кому-то нужна моя индивидуальная консультация психологическая, в инфобоксе под видео моя почта, пишите на нее тема письма, консультация. И мы с вами договоримся о времени, о стоимости и так далее. Кто следит за самыми свежими новостями о Турции, в инфобоксе также ссылка на телеграм-канал, подписывайтесь. Если это видео интересное, зацепило вас, пожалуйста, распространите его в соцсетях, поставьте лайк, поддержите это видео. Так YouTube увидит, что я снимаю не зазря и будет предлагать видео на моем канале другим пользователям. А это позволит увеличить аудиторию канала. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.